Здравствуйте дорогие друзья, мы отвечаем на вопросы, пришедшие на портал xget.ru Почему большинство христиан сами фактически не живут так, как проповедуют другим? Да если взять любое сообщество, начиная там с политической партии или кружка по интересам, мы в этом сообществе найдем порядка 10% активных сознательных людей и 90% людей, которые либо ведомые, либо как-то не очень активно участвуют в общих мероприятиях. Возьмите какое-нибудь сообщество ВКонтакте. Много ли людей, которые там из того числа, которые состоят в этой группе, действительно активно что-то пишут, постят и комментируют? Отнюдь нет. То же самое можно, наверное, сказать и про веру в Бога. Есть люди, которые просто придерживаются традиции, есть люди, которые в критический момент вспомнят, что они христиане, например, гром гремит и мужик начнет креститься, а есть люди, которые этим горят и прям живут и других стараются активно вовлекать. Так происходит в любом человеческом сообществе. И почему часто вот люди не живут так, как сами заявляют? Очень простой ответ. Надо трудиться. Трудиться хотят не все и работать над собой. Это всегда требует напряжения. Для того, чтобы попасть в ад или быть формальным христианином, не нужно ничего делать. Нужно просто расслабиться и получать удовольствие. Для того, чтобы стать настоящим христианином, надо трудиться и работать над собой. Поэтому часто в храмах мы встречаем так называемых номинальных христиан. Часто, и они бывают там, реагируют как-то не по-христиански, ругаются на новичков, говорят, это мое место, отойди. И всякие негативные проявления от них видим. Такой человек вроде и ходит годами в храм, но над собой не работает, не происходит преображение его души. Он не становится любвеобильным человеком. Это его проблема и его вина. Но многие люди носят на себе крестик, но даже и до храма не доходят. Они считают, что Бог у меня в душе, я в Христа в целом верю, но он там где-то на орбите болтается. Независимо от меня, он там есть. Мне кажется, мне этого достаточно, у меня с ним все хорошо, он меня не обижает, я его не обижаю и живу своей жизнью. Но если человек честно ответит себе на вопрос, ну а если Бог есть, то что дальше? Если он сознательно, если он всемогущий такой и совершенный, наверное, он тоже, как и я, обладает разумом. Наверное, его действия вполне себе сознательные и целенаправленные. Значит, у существования мира есть свой смысл и у моей жизни есть смысл. А если у моей жизни есть смысл и Бог ждет, что я к нему как-то приду, значит, надо напрягаться и к нему идти, от чего-то отказываться, на чем-то сосредотачиваться. И, по идее, я должен как-то поинтересоваться, чего от меня ждет Бог. Ну вот, до этой мысли доходит не такое уж и большое количество людей. Поэтому не надо переживать, вокруг меня люди номинальные христиане или не номинальные. Если ты почувствовал призыв Бога, если ты почувствовал интерес к нему, ищи его, найди его и научись вместе с ним жить. И будешь счастлив. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok